Денис Базанков Не знаю даже, как издевка, наверное, звучит с моей стороны, потому что ваша фракция единственная в Петросовете, кто проголосовал против назначения нового сети-менеджера. С одной стороны, неудивительно, но с другой стороны, хотелось бы подробностей, почему так решили, почему ваши коллеги так проголосовали. Мы не будем вдаваться в подробности про бывшего мэра Галину Игоревну Ширшину, она была отстранена от работы, но факт остается фактом, все-таки ее выбрал народ, здесь с этим надо было считаться. Вообще, довольно-таки большой срок прошел с момента, как сняли Ширшину, как стал исполнять обязанности Ирина Мирошник, сейчас вот ее утвердили. Но если мы посмотрим, что творится на улицах города, то никаких изменений мы не видим. Мы не видим никаких улучшений в качестве жизни наших горожан. То, что нас сейчас на данный момент очень заботит, это, естественно, дороги в городе Петрозаводске. Но это же безобразие, по ним ездить невозможно. Согласен. Но а как вы думаете, если выбрать мэра, то, что выбрали человека для многих, может быть, неизвестного, и сразу все изменится, мне кажется, все зависит от бюджета Петрозаводска в конкретном случае? Конечно, это зависит и от бюджета, но это еще и зависит все-таки от человека. Если человека выбирает народ, то он отвечает перед народом. А если человека назначили, то я боюсь, что этот человек будет отвечать непосредственно перед теми, кто его назначил. А ни для кого не секрет, где происходили согласования данной кандидатуры. Поэтому я думаю, что, к сожалению, это будет не самостоятельный человек. Вот в чем проблема. Это будет человек, так скажем, ставленник губернаторской команды. А может быть, это и к лучшему? Все мы прекрасно знаем рейтинг на данный момент и нашей единой России, и губернатора. Он действительно резко упал. Доверия горожан к данному мэру не будет. Этим будет все сказано. Хотелось бы поблагодарить наших депутатов Петросовета от КПР, которые проявили свою принципиальную позицию по данному вопросу и проголосовали против назначения сети-менеджера. Вопрос. Почему не было кандидатуры на постсети-менеджера от КПРФ? Или она была все-таки, но мы не знали? Нет, мы принципиально не выставляли, так как мы считаем, что это уже срежиссированная постановка была по выдвижению и по самой процедуре конкурсной вот этой комиссии. Естественно, с учетом всех этих факторов нами было принято решение не участвовать в этих псевдовыборах. Вы за открытое народное голосование. Но смотрите, Петрозаводск не единственный город в России, где отменили такие выборы. Это говорит о том, что есть конфронтация между населением и всенародно избранным главой. Как вы думаете, вот даже если их вернут эти выборы, то человек, которого выберут, устроит ли он опять всех? Изначально мы себя позиционируем как все-таки демократическая страна, где должен выбирать народ. А когда у нас становится просто как назначение, это я думаю, что мы сказываемся вообще к феодализму какому-то. Когда нам сверху назначают какое-то должностное лицо, я считаю, это неправильно. Хорошо, ваши шаги какие в том, чтобы вернуть выборы мэра? Наша принципиальная точка зрения – возвратить именно выбранность мэра в городе Петрозаводске. Хотя вот последнее известие, которое мы имеем, оппозиционные партии в законодательном собрании направили уже законопроект на рассмотрение в законодательном собрании. Ну как вы думаете, проголосуют депутаты за возврат выборов? Вряд ли. То есть вы рассчитываете на победу на предстоящих выборах в законодательном собрании, тогда уж точно все примете? Ну мы постараемся победить и постараемся все-таки оправдать надежды людей. На этом предлагаю сегодня закончить. У меня в гостях был лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. Вы смотрели на Кипело. Увидимся на телеканале ТНТ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok